Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня моя любимая рубрика распаковка сайта Shane. Здесь очень много пакетиков, которые я уже распаковала. Немножко посмотрела, сделала вот что мне нравится, что нет. И теперь настало время снимать для вас это видео. Это, кстати, первый заказ за 2023 год. Представляете, сколько получается? Январь, февраль, март. За три месяца всего один заказ. Он, кстати, меня не разочаровал. Что-то мне понравилось, что-то нет. Например, обувь, если честно, не очень. Ладно, не буду спойлерить. Я сделала для себя определенные выводы, что какие-то товары все-таки Shane заказывать не стоит. Например, обувь. Уже который раз я разочаровываюсь. Но в этот раз я не могу сказать, что я прям сильно разочарована, но и не в восторге. Давайте начнем. Начать я хочу с товара, который я изначально знала, что мне понравится. Я как чувствовала, что эта кофточка мне подойдет. И это действительно так. Хотя там, кстати, отзывов не было. Я все равно решила рискнуть, потому что мне безумно понравился этот цвет. И, кстати, видео немножко искажает изображение. То есть цвет кажется немножко другим, чем он есть на самом деле. Здесь оптимальная длина. Здесь не видно животика, если вы оденете брюки с высокой посадкой. Очень красивые рукава. Я очень люблю вот эту сборочку. Мне кажется, она смотрится как-то по-особенному. Если вы любите носить... Мам, я снимаю. Телефон? Здесь нет, мама. Если вы любите носить одежду без бюстгальтера, то это конкретно ваш вариант. Здесь ничего не просвечивается. Очень приятная на ощупь ткань. Невероятно крутые вот такие рукава в виде колокольчика. Я взяла в размере XS и правильно сделала, потому что S мне бы уже была велика. Кстати, рукава очень круто прикреплены к топику. Это позволяет им не спадать. Они стоят на месте, все четенько. По идее, летних вещей еще с прошлого года у меня очень много. Но на дворе весна. Хочется чего-то новенького, свеженького. И это, кстати, самое то. Думаю, через недельку, может, чуток побольше уже можно спокойно носить. Кстати, этот заказ мне пришел очень-очень быстро. Сейчас вам точно скажу, за сколько дней. Всего 6 дней, представляете? Прям привозят домой. Это безумно удобно, конечно. Я не люблю ходить по почтам. Эти транспортные компании, там стоять в очередях. Это все конкретно не мое. Я люблю, чтобы мне постучали, принесли домой. Пожалуйста, Айнур, это ваш заказ. Итак, следующее, что мне тоже очень понравилось, это, естественно, чехол. Вообще, там очень много разных чехлов с разными абсолютно принтами. И почему-то на 14 Pro Max не так много вариантов. Я не знаю, с чем это связано. То ли их быстро раскупают, то ли есть еще какие-то моменты. В общем, я нашла вот такой чехольчик. Здесь написано Happy Everyday. Я почему-то думала, что здесь будет светоотражающая какая-то пленка. Но нет, это обычное зеркало, в которое очень удобно краситься. Видно абсолютно все, начиная от всех недостатков моего лица, заканчивая моим макияжем. И очень удобно, кстати, краситься. И вот то, что здесь написано, такое ощущение, что я просто взяла гуашью и сама расписала. Выглядит просто обалденно. Я уже примеряла. Давайте примерим еще раз, чтобы убедиться, насколько круто это все смотрится. У нас в городе чехлы стоят гораздо дороже. Здесь и выбора очень много, и ты просто лежишь на кровати, и листаешь, выбираешь. У меня столько всего в картине. Видели бы вы мою картину в шее. Давайте разочарование оставим напоследок. А вначале вам покажу то, чем я довольна. Потому что разочарование, мне кажется, мало кому полезное. Скорее всего, вы тоже заказывать не будете. Ну, хотя, не знаю даже. Я ссылки на все обязательно оставлю. Но мне кажется, гораздо полезнее показывать те товары, которые вы можете заказать, которые мне понравились, которые я могу вам посоветовать. Вот такой сет носочков с авокадо. Носки это вообще моя слабость. Особенно укороченные разных цветов. Это просто мимишиство. Особенно белые мне очень понравились. Подкроссовки буду обязательно носить. Или просто дома можно. Они очень приятные на ощупь. И очень милый принт. Поэтому мне они нравятся. Я вам в инстаграме, кстати, тоже показывала. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Потому что именно там я вам все показываю гораздо раньше, чем это выходит в ютюбе. Я планирую, конечно, опубликовать это видео прямо сегодня. Но, скорее всего, у меня это не получится. Потому что по времени эти видео очень затратные. Но посмотрим. В общем, носочки мне нравятся. Такой вот сет. Не помню, сколько это все стоило. Я, наверное, буду вам писать. Или переходите и смотрите сами. Потому что, насколько я знаю, в разных странах разные цены на шейн. Это все с учетом доставки. Потому что там бесплатная доставка получается от 50 долларов. Но, наверное, все-таки наценка на товар уже включена, естественно. И поэтому в разных странах разные цены. Дальше опять то, что понравилось. Я уже давненько хотела себе такие, знаете, огромные оверсайд. Оверсайд, чтобы носить с короткими шортиками, летом или даже с джинсами. И я очень осталась довольна вот этой футболкой. Я просто в восторге от качества. И самое главное, надпись здесь вышита. То есть, для таких лентяев, как я, которые все кидают в стиралку и даже не задумываются о том, что может произойти с принтом, это отличное решение. Здесь с принтом ничего не произойдет, так как это вышито. И почему-то, кстати, на фотографиях, в отзывах она оказалась гораздо хуже, чем на самом деле. Это размер, кстати, S. Они очень большие. Это оверсайз. Не берите большой размер. Я вот как раз таки думала, может, ML взять, чтобы прямо она висела на мне. Но и S на мне висит прям супер. Хотя я не супер худенькая. Поэтому, если у вас такие же параметры, как и у меня, я советую вам все-таки брать S. А свои параметры я обязательно оставлю в описании под видео. Вы можете перейти и сделать выводы, мы с вами одной комплекции или все-таки нет. В общем, эту футболку я обязательно буду носить с велосипедками. У меня, кстати, велосипедки есть, но они безумно просто короткие. И такое ощущение, что я просто в футболке и в трусах. Поэтому я решила купить чуть-чуть подлиннее велосипедки и правильно сделала. Сейчас вам их покажу, кстати. Минуточку. И как назло, на середине видео обязательно садится зарядка. Я просто до этого сегодня уже снимала для вас мукбанг. Поэтому камера уже хочет сказать мне до свидания. Но я надеюсь, что я успею все вам показать. Хотя товара здесь осталось немало. Эти велосипедки однажды заказывала Первана. И я уже знала плюс-минус, какого качества они. Мне они понравились. Я уже знала длину, что где-то вот досюда будет. И как раз я хотела такой длины, чтобы они не были супер короткие. Чтобы эта футболка реально смотрелась как футболка. Я взяла в размере S. Кстати, девчонки, не советую брать прям супер маленькие. Потому что, когда они растягиваются, они получаются полупрозрачные. И видно будет белье. Поэтому не жалейте, берите чуть-чуть побольше. Пусть плотненько сидят. И чтобы ничего лишнего видно не было. Достаточно плотный материал. Но все равно, когда он растягивается, немножко просвечивает. Поэтому будьте с этим делом аккуратней. Это хорошо, что ссылка еще была рабочей. И я смогла заказать. Потому что на шее на один момент меня очень сильно раздражает. Это то, что, например, ты заказываешь какую-то вещь. Она тебе нравится. Ты ее носишь-носишь. Видишь, что она хорошего качества. И спустя время, например, какой-то твой знакомый, подружка, кто угодно хочет тоже заказать такую же вещь. Ты даешь ссылку, а она уже не рабочая. И вот это безумно неудобно. То есть там меняется ассортимент товара, и старые вещи снимаются как бы с продажи, и появляются какие-то новые. И это безумно неудобно. Ты когда-то заказывал товар, и хочешь еще раз его заказать, потому что тебе понравилось качество, а его уже опля нет. Так что, если вам что-то понравилось, сразу переходите, заказывайте. Потому что дальше, возможно, что этих товаров не будет. Дальше давайте немножко по разочарованиям. В общем, я очень хотела себе классные вот такие вот тапочки, или как правильно они называются, со стразами. И когда я смотрела на фотографии, они казались настолько блестящими, что это классно все переливается. А сейчас вот я смотрю на эти стразы, которые прям на соплях здесь приклеены. Такое вот ощущение, что их кто-то до меня носил. Возможно, так оно и есть. Хотя по подошве совершенно это не скажешь. В общем, стразы очень низкого качества, и мне кажется, они очень быстро отвалятся. Еще плюс в носке, эта обувь не очень удобная, хотя я никуда ее не носила. Просто надела, немножко походила по квартире, и уже чувствовала дискомфорт. Стоили они не так дешево. Если я не ошибаюсь, около 20 долларов. Может, чуток побольше. В принципе, чуть-чуть добавить. Здесь в городе можно купить нормальную обувь. Я вообще с пальчиком не люблю, но все-таки решила эти взять. Они были с каблучком и без. Я в конце решила все-таки взять без каблучка. И слава богу, представляю, насколько неудобно было бы носить подобную обувь еще и с каблуком. Потому что и так, и так все неудобно. И мне кажется, я на полпути останусь, и мне придется вызывать такси. Хотя, не знаю, посмотрим. Может быть, это только первое впечатление. Но сказать честно, обувь меня не впечатлила сразу. Стразы очень плохого качества. Они как будто не переливаются. Такое ощущение, что они как бы на складе. Годик второй остались. Выглядит все очень дешево. Возможно, в видео вам покажется, что круто, классно. И просто придирается. Но нет, поверьте моему слову. В жизни это выглядит очень дешево. Но так как я уже купила, уже придется их носить, выбрасывать их я не буду. Но я сделала для себя определенный вывод, что все-таки обувь Шейн заказывать я не буду. Уже который раз я сталкиваюсь с этим и понимаю, что мне лично не нравится. Даже те варианты обуви, которые изначально выглядели просто шикарно, два-три раза поносила и все в мусорку. Поэтому это мне не нравится. Честно, посоветовать не могу, но ссылку все-таки для вас оставлю. Может быть, вы считаете иначе, и вы хотите убедиться на собственной шкуре, что действительно обувь некачественная. Естественно, на одной обуви я не остановилась. И взяла себе вот такие нежные кроссовки. Здесь нареканий, наверное, меньше. С размером я угадала. Ориентировалась по размерной сетке. Но немножко они мне большие. Это 38 размер. Обычно я ношу 37. Но я все-таки подумала, это кроссовки. Мало ли что. Пусть чуть-чуть будут большие, чем они будут мне тесны. И, кстати, такие кроссовки есть в двух расцветках. Белые и розовые. И они, кстати, под разным артикулами идут. Я решила все-таки взять розовые, потому что белые кроссовки у меня есть. В принципе, неплохо смотрятся. Но, опять же, не вау, скажу сразу. Носить можно. Выглядит неплохо. Чуть-чуть они мне большеваты. Но, возможно, с носочками уже будет совершенно по-другому. Но все равно, я думаю, чуть-чуть они мне большие. Надо все-таки брать 37 размер. Вот эта обувь у меня 37, и она мне вот как раз. А эта 38 большие. Обычно я беру в городе, когда что-то выбираю, либо 36, либо 37. Но обычно 37 все-таки. Но с кроссовками я решила все-таки перестраховаться и все-таки взять 38. Так, в принципе, неплохо смотрится. Посмотрим, как они будут носиться. Как раз, думаю, сейчас самое то. Ну, а вообще, чем больше я покупаю подобные кроссовки, тем больше я убеждаюсь в том, что лучше купить одну пару обуви. Ну, пусть около 300 долларов. И носить ее долгие годы, как делает мой родной брат. Мой родной брат всегда так делает. Покупает, например, одни какие-нибудь хорошие кроссовки. И достаточно долго их носит. Но посмотрим, короче. Посмотрим, как они мне отслужат. Как вам? Пишите в комментариях, нравятся ли вам такие кроссовки. Выглядят достаточно массивно, но они очень удобные в носке. Я уже попробовала немножко с ними походить здесь по квартире. Раньше, кстати, когда я снимала для вас распаковки, я вам показывала свое первое впечатление. А потом я поняла, что это не очень эффективно. Потому что первое впечатление может быть обманчиво. Например, как только увидела кроссовки, я не могу сделать вывод, например, они мне подошли или нет. Поэтому я сама, чисто без вас, распаковываю, все смотрю, меряю. Немножко хожу в этой обуви, по возможности что-то стираю. А потом уже рассказываю вам, нравится мне или нет. Еще одно разочарование. Но это чисто моя тупость, на самом деле. Рубашка из серии Daisy. На самом деле, Daisy это уже немножко дорогая серия, так скажем. Здесь чисто, знаете, моя тупость. Не могу никого обвинять в своих грехах. Что я хотела? Я хотела носить летние шорты, которые у меня есть. Короткие вот эти шортики. Какой-то кроп и сверху рубашку. Такую, знаете, оверсайз, чтобы она была длинная. Немножко даже прикрывала попу. И вот так вот гулять, например, по вечерам. Кроссовки, шорты, кроп. И вот сверху вот такая рубашечка. Я подумала, будет смотреться просто шик. И на самом деле, если бы это была действительно рубашка, она бы смотрелась так. Но, оказывается, я не обратила внимания, все накидала в корзину. Оказывается, эта-то не рубашка. Она здесь не расстегивается. Здесь сплошная. То есть, это просто кофта в виде рубашки. И она не расстегивается абсолютно. Еще я чуть промахнулась размером. Мне, наверное, надо было чуть побольше. И здесь, чтобы были пуговицы. Чтобы я могла ходить в расстегнутом виде. Сейчас, куда девать это, я немножко не соображаю на самом деле. Наверное, есть мероприятия, куда стоит пойти именно в подобные вещи. Но посмотрим. В общем, не знаю. Так, качество отличное. Очень приятное на ощупь. Нигде нитки не торчат. Швы все ровные. Но просто я не обратила внимания. Я вроде и отзывы посмотрела. Я даже не додумалась, прикиньте, что это не рубашка. Я почему-то была уверена, что это рубашка. И я думала, что я ее просто буду носить в расстегнутом виде. Со своими шортами, со своим кропом. Я вам образ прикреплю того, что я хотела. Но, к сожалению, провал. Но такую рубашку обязательно я где-то в городе куплю. Или, опять же, закажу в шее. Еще одна футболка. Также oversize. Опять же, с велосипедками носить. Эта футболка стоила дешевле, чем предыдущая. Здесь материал намного приятнее. Хотя нет. Каждый материал по своему прекрасен. Но здесь рисунок это самая обычная наклейка. Хотя нет. А, нет. Наклейка все-таки. И мне почему-то кажется, подсказывает мне мое сердечко, что после второй-третьей стирки этого рисунка как будто и не будет. Мне почему-то так кажется. Но все равно я решила взять. Потому что белое я люблю. Хотя у меня очень быстро пачкается. Сразу эти вещи превращаются в серые. И отправляются в мусорку. Но да ладно. Хоть на один-два раза поносить. Пусть она все-таки будет. Надо, кстати, аккуратно мерить. А то запачкаю прям сразу своим тональным. Несмотря на то, что и здесь S, и там S футболка, предыдущая футболка, она чуть-чуть больше размером, нежели эта. А так, обе футболки классные. Обе могу вам посоветовать. Но учитывайте этот момент. Это чуток подешевле. И как раз таки из-за того, что вот этот принт очень легко отойдет. Мне так кажется. Но я, возможно, ошибаюсь. В общем, белая футболка не помешает в гардеробе. Почему нет? Следующее, что я заказала, даже не распаковывала, это кисточка для растушевки тонального средства от фирмы She Glam. Я не знаю, как у вас, но у меня почему-то в ТикТоке очень часто в рекомендации выходит эта косметика. Это косметика от Shane. Там очень крутые тени. Там супер классные палетки. И когда я вижу эти свочи, я думаю, блин, надо заказать, хотя у меня теней так много. Я пытаюсь все это закончить, у меня все не получается. Но опять же, я хочу заказать. И накидала много чего в корзину. Но когда я уже делала заказ, мне почему-то там вышло, что удалить эти средства, их невозможно доставить в ваш регион. Я не поняла, почему косметику нельзя заказать. И вот пришлось взять вот такую вот кисточку. Но мне она очень нравится. Здесь такая ручка приятная на ощупь. Я не знаю, как она будет растушевывать средства, распределять тональные по лицу. Но в последнее время, кстати, я кисточкой наношу. Знаете почему? Чтобы тональные быстрее заканчивались. Потому что у меня их очень много. Я их пытаюсь закончить. И мне, если честно, удобнее наносить пальчиками этот дедовский способ. Но чтобы тональные быстрее заканчивались, надо пользоваться кисточкой. Посмотрим, как она растушевывает. Потому что отзывы были просто замечательные. Мне почему-то кажется, что мне кто-то звонит. Вибрация, я чувствую вибрацию. Может кажется мне. Ну ладно. В общем, кисточка просто обалденного качества. Она невероятно приятная. И, кстати, кисточка для нанесения тонального средства. Она должна быть попрочнее. Почему? Потому что где-то каждые 2-3 дня я ее мою. Поэтому посмотрим, насколько долго она мне прослужит. Там палетки по 10 долларов, где-то плюс-минус стоят. И мне очень хотелось какую-то палетку с желтыми тенями. У меня желтых теней нет. Я не знаю, как я обхожусь без них. Но как-то приходится обходиться. Так. Дальше. Дальше это на подарок. Я купила платье Перване. Скажу сразу. Но мне почему-то кажется, что это платье будет ей маленькое. Хотя XL был, а я взяла L. Потому что до этого мне заказывали платье в размере L. И они были большие. Поэтому я подумала, что L как раз будет. Я вот померила на себе. Мне это платье, оно большое. Но между мной и Перваной два размера разницы. А это мне кажется на девочку где-то M. Но я могу и ошибаться. Как раз сегодня после съемки этого видео мы, наверное, пойдем к Перване. И посмотрим, как же на ней будет сидеть это платье. Я очень надеюсь, что на ней сядет. Потому что материал безумно крутой. Мне, честно, очень нравится как на ощупь, так и внешне. То есть просто супер платье. И последнее, что из одежды вам покажу. Это болеро. Или как правильно называется. Ну да, болеро, по-моему, называется. Почему-то я думала, что это темно-синее. Но на самом деле это черное. Что я могу сказать? Я взяла в размере S. И вам не советую это делать. Она достаточно маленькая. Несмотря на то, что я миниатюрная еще раз скажу. Я знаю, многих раздражает, когда я так говорю. Когда я маленькая, худенькая. Многим это не нравится. Но я все-таки это скажу. То есть у меня даже вот объем груди. У меня грудь небольшая на самом деле. Но даже мне размер S жмет. Хорошо, что сзади есть сеточка, которую можно отрегулировать. Но все равно, когда слишком сильно эта сетка открыта, это смотрится некрасиво. Поэтому мне все-таки эта штука немножко маленькая. Но я ее буду все-таки носить. То есть это чисто для пляжа. Я надела купальник еще сверху эту сеточку и побежала. Искупалась. Потом надела вот эту вот штуку. Или как правильно она называется. Я даже не знаю. У меня камера все мигает, мигает. Но что-то меня не подводит. Надеюсь, что успеем до конца все досмотреть. Потому что дел у меня сегодня очень много. И хочется хотя бы это заснять. Итак, последнее, что я купила, это подставка для телефона в машину. Это, конечно, надо тестировать уже непосредственно в автомобиле. Как это все будет держаться. Но что мне нравится, она вот так вот крутится. Стоит она 5 долларов. До этого я покупала у нас в городе. Но мой телефон что-то эта штука совершенно не держит. Поэтому решила заказать. Посмотрим, насколько круто будет держать эта штука. Это уже в машине надо проверять. Посмотрим. И последнее, что я вам покажу, это переходник. Не настолько интересно, наверное. Я снимаю на камеру. Сейчас я снимаю на Canon 700D. И, естественно, там флешка. Эту флешку засунуть в мой ноутбук нельзя. Хотя в старый ноутбук можно было засунуть. Но в новом такого проема нет. И вообще у новых ноутбуков таких проемов нет. Поэтому мне приходится постоянно покупать переходники. И последний, кстати, я купила. Он мне очень долго служит. Я на Шейн увидела и решила его тоже заказать. Надеюсь, что он будет работать. В общем, вроде бы все показало. Надеюсь, что вещи вам понравились. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Ссылки на все товары обязательно будут в описании под видео. Переходите, заказывайте, если что-то вам понравилось. Если вы не согласны с чем-то со мной, обязательно пишите ваше мнение в комментариях. А с вами была Эмили. Пока!